Счастные часы остаются до финала Junior Eurovision в Польше. В 21.00 по времени Нур-Султана казахстанцы смогут увидеть в прямом эфире одно из самых незабываемых музыкальных шоу Европы. Как дела у Ержана Максима и какой результат, прогнозируют эксперты, расскажет Шолпан Найманбаева. Ержан, как настроение? Настроение хорошо. Как проходят генеральные репетиции? Нормально. Отлично. Пресс-конференции, интервью, многочасовые репетиции. И так всю неделю. График Ержана Максима на Junior Eurovision очень насыщенный. Почти как у самых востребованных звезд. Но об усталости нет и речи. Наш Ержан, как всегда, шутит и уверен в своих силах. Зато родители молодого певца рассказывают, что от волнения практически не спят. Да, мы очень переживаем. Иногда даже ночью я уснуть не могу. Мы очень болеем за нашего сына. Для него принимать участие в конкурсе такого масштаба – огромная ответственность. Я хочу обратиться ко всем казахстанцам. Поддержите Ержана Максима. У Ержана Максима серьезные соперники. Сильнейшие вокалисты не только из Европы, но и других стран. Однако эксперты пророчат, если Казахстан не увезет первое место, то уж точно войдет в тройку. В рамках YouTube-проекта детского Евровидения, в рамках разных интернет-платформ обсуждались возможности участников. И многие европейские эксперты приурочили Ержану минимум третье место. Я думаю, что для Казахстана, который всего второй год участвует в детском Евровидении, это очень большая оценка, очень большой прогноз. Но мы все-таки ожидаем, что Ержан выступит очень на высоком уровне, покажет все свои голосовые и вокальные данные. Аллах, Казахстан! Аллах, Ержан Максим! Уже сегодня станет известно имя победителя самого популярного европейского конкурса Junior Eurovision. Претендентов всего 19, но кому же отдадут предпочтение жюри и миллионы зрителей? Это главная интрига сегодняшнего дня. Шалпана Иманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар 24, Польша. Милослав Лавиновский, Хабар 24, Польша. Субтитры сделал DimaTorzok